За реконструкцию старого моста через ОПИ дорожники, скорее всего, возьмутся в 2019 году. Как сообщает Политсибру, сначала специалисты должны рассчитать стоимость работ благодаря диагностике объекта. Корреспонденты напоминают, что 11 сентября вступил в силу судебный вердикт, согласно которому мост должен быть передан от территориального управления Росимущества в оперативное управление ФКУ «Упрдор Алтай». Его начальник Ярослав Долинский пояснил, что пока все юридические вопросы не решены, Алтай сможет выполнить лишь ямочный ремонт моста и ремонт тротуаров. Масштабные работы начнут лишь в 2019, когда на руках у предприятий будет вся проектно-сметная документация. В Белокурихе строят ферму по выращиванию грибов, сообщает бийский рабочий. Первый урожай вешенки здесь планируют собрать уже к Новому году. Эксперты посчитали, что на курорте грибы любят и с удовольствием их употребляют в пищу. И соленые, и маринованные, и сушеные, и свежемороженные. Именно поэтому и родилась идея создания грибной фермы. Новое мини-предприятие станет частью агротуристического кластера «Алтайские луга». «В крае выберут студента года», пишут корреспонденты московского комсомольца на Алтае. В рамках регионального этапа учащиеся в высших и среднеспециальных учебных заведениях будут соревноваться в нескольких номинациях. Назовем лишь некоторые. Доброволец года, общественник года, творческая личность года. Победители пройдут во всероссийский этап. В Крэвлом архиве открылась уникальная выставка. В экспозиции документы и материалы, посвященной истории развития спорта на Алтае, самый старый документ выставки послужной список горного инженера, коллежеского советника Дмитрия Кларка. Он был составлен 1 января 1870 года. Дмитрий Васильевич – известный русский шахматист. Он составил более 500 шахматных задач и опубликовал их в различных шахматных журналах. Подробнее об экспозиции на страницах «Комсомольской правды» Барнаул. Алтайский гимнаст Сергей Найдин завоевал три медали – две серебряные, одну бронзовую – на юношеских Олимпийских играх. Еще 11 октября Сергей Найдин выиграл серебро в гимнастическом многоборье. А накануне, 14 числа, подопечный тренера Сергея Степаненко взял серебро в упражнениях на коне и бронзу в вольных упражнениях. У Найдина также есть шанс завоевать медаль в отдельных видах многоборья, пишут корреспонденты «Комсомолки». Субтитры создавал DimaTorzok